Вам известно, что я глава управления Центром МОСЭВ Денадио, в котором содержим здесь люди одиноких, престарелых, инвалидов, которые были в первом месте проживания, в опеке, и такие есть, которые лежачие вообще, и никто не хочет с ними. Ну, в общем, это бывший детский садик. Ну, я его купила, чтобы можно было здесь людей содержать. И есть у нас еще, мы спонсоры, купили, когда появилась возможность людям не только посещать их по домам, а некоторые люди вообще вываляются где-нибудь то на скамейках, то под скамейками, то на улице, то в кустах. Ну, не один. Оказались без жилья. Вот, то, по слову, просто надо что-то приобретать. И когда я сказала, что есть возможность купить там дотячий табель Родина, детский лагерь пионерский, он продавался. Мы его купили, в Швейцарии помогла мне купить этот лагерь. Вот, ну, купить купили, и начали проводить там мероприятия. Вот, оздоравливать детей в летний период, и принимать старичку, старичку, который действительно некоторых... Ой, там такие истории разные, что дети отказались. И они на скамейках никак не могли понять, что она сидит там день и ночь. Людей много приходит. И даже вся эта линейная милиция уже знает Буэрку. Я уже двадцать лет здесь, даже больше двадцати, с девяносто пятого года. Вот, проводим людям помощь оказалась. Были такие моменты, что когда уже перестройки были, то я только молилась, говорю, господи, все позакрывалось, нигде ничего нету, с работы поувольняли. Все все таки, ну, как бы, говорю, никому не отказать, по матю, в чем можно. Кому две гривны, кому тарелку супа, кому ночлег, кому вот так вот всякое приходилось. Ну, в прошлые времена, сейчас более-менее. Вот, и когда я заявила своему очень хорошему спонсору у меня, он появился на Украине с проповедями Билл Буркет, он не очень-то, но он там по зарубежу в большинстве случаев, а здесь он решил, когда я уже открыла этот центр, он нашел на Украине искреннюю христианку, хочу ей помочь. А помощь оказывается в том, чтобы купить этот лагерь, думаю, куда их размещать. Если есть возможность, я просила у мэра города какой-то дом или что-нибудь, он говорит, вот лагерь продается, хотите, там есть спальные корпуса, вам будет хорошо. Ну, мы купили. Шлицария привезла деньги, Готфред привез. Выделили там в Швейцарии, якобы Зофи. И мы до 2008 года, с 95-го, прекрасно было, все хорошо было. Вот, и оздоравливали, и очень много молодежи в летний период собирались, проводили все собрания, встречи. Вот, дети оздоравливали, стариков держали. Сделали один корпус, спальный, там было три спальных корпуса. Один спальный такой, чтобы он был уже зимний период. Это был детский, летний лагерь. Утеплили, там стены в евро, огна поставили. Сделали внутри душевые, туалет, ванная там была, кухня, комната. Это, в общем, вложили массу денег туда. Есть у нас строительная компания, есть документы о том, что мы там все это выкупали, все это делали, строили. В 2008 году началось. Пришел человек и спрашивает, ну, Грина, там на Сосновом проволоке два, это ваша земля, Грина, конечно, наша. Нет, она не ваша. Ее уже продают, говорю, как? И он мне дает два акта. Один акт на 10 соток на детушевого, а другой на 10 соток на газ Валерий. Я говорю, не знаю. Невысокого роста такая женщина, черненькая, невысокого роста, она продает. Причем, я еще так пошутила, они предложили мне в таком хорошем месте. Дружка, цена такая, думаю, ничего себе, цена. Не слишком ли дорого, пошутила. Они тоже снизили цены. Я тогда заподозрила, что-то не то. И спешат, говорят, вы должны быстро покупать, потому что то-то, то-то, что-то там с землей, непонятно, что они там говорили. Он говорит, я не ожидала такого. На лагере есть клуб, который мы хотим сделать, как церковь проводить там собрание. И этот человек там на лагере, когда вот этот, который ко мне пришел, он говорит, что мне предложили такую цену, женщина эта. А еще один подошел, говорит, вот я тоже, имея причастие к этому всему, я продаю ему вот этот дом. Кто? Скотц Роман Зиновьевич. Вот от него и пошло все это дальше. Он пастырь церкви в Крюковщине. Храм Спасителя называется церковь. И вот он хотел завладеть, хотя мы так хотели переписать это под церковь, пусть будет под церковь, но он захотел большего, захотел захватить весь этот фонд. А там 4 гектара земли. 3-4, 4 гектара земли. 1 гектар уже забрали, но осталось отречием-то. И он хотел завладеть всеми этими. Он был пастырем. Потом его, значит, наш епископ, всеукраинский, Паночка, снимает с пастырства, потому что он ездил за границу туда-сюда, там у него брат, в Калифорнии, город Сакраменто. Вот, и он там первое одно время там жил, жил. И оттуда начал заниматься переправкой машин. Машины туда-сюда я была у него. Когда я была в Сакраменто, я заходила к нему в гости, мы были как бы друзьями, верующие и так далее. И только смотрю, как у людей, желающих много, и только так вылетают тысячу долларов, тысячу долларов, тысячу долларов за то, что он там машину какую-то предлагает и переправляет, и переправляет туда. Так что он при деньгах. Ну, там что-то у него не срослось на это самое в Америке, и он оттуда бегством каким-то, с бегством, по каким-то другим документам все-таки возвратился на Украину, потому что я там объявился, он появится, и сразу немедленно арестовать. Арестовать. И там что-то он фальсификацию документов делал разную, какую-то там. И тут он сделал то же самое. Так это все начало до того, чтобы вы поняли, что случилось и сейчас, кто он такой. Он приехал сюда, а Росислав говорит, он был пастырем, он приехал строить церковь. Ну, она же там же есть, пусть делают эту церковь, с этого клуба, вот, и будем там люди принимать. Вот это. Она у нас была уже как церковь, я покажу фотографии, такая аккуратненькая, красивая, все. Проводили там собрание, люди приходили, эти приходили. А тут он. И он начал, вроде согласился на церковь, а потом план у него были другие. Значит, пытаются войти в правление наше, чем правление встать. А мы собрались, я говорю, мы человека не знаем, воздержимся пока. Вот он мне предложил Жужба, Арсен, он лидер, там все форум открыл, здесь поборки. Вот. И поддержали другие члены, говорят, да, действительно. Он как услышал и начал вредить. Я тут месяц, а то в порошок и пошло, поехало. Так вот, вот этот романс. Да. Приехал с деньгами, хотел там что-то помочь, нам дал деньги. Потом, я когда была в Сакраменто, он говорит, напишите, что вы взяли эти деньги в счет купли-продажи этого здания. Я говорю, продаю, даром получили, давай, я не продаю. Мы хотели, чтобы там церковь была, чтобы ты там был пастырем и так далее. Нет, ну тогда напишите, что вы мне эти деньги заняли. Я написала, чтобы отдали до декабря месяца. Вот это да. А я на два месяца там была. В декабре я приезжаю, чтобы отдать ему эти деньги. Вот. Он начинает скрываться. То там его нету, то он уже уехал, то он приехал и дотянул это. С декабря где-то до мая. В общем, протянул сроки, потом подает на мне на суд, что я задержала деньги, взяла у него, цель направленно не использовала, клевету начал пускать. И там вот он, это все рассказать, так и времени не хватит, что было. Ну, и с тех пор, потом пришел уже, когда наконец-то суд в мою пользу разрешил этот вопрос, потому что многие свидетели были, много раз искали его, чтобы отдать эти деньги. И брат ему поехали в Крюковщину. Саша, говорю, ну, что они там сказали, будет он принимать? Ну, принимай ты, он же тебе поручил. Он ей сейчас позвонил, и говорю, ну, посоветуйся с ним, звони. Хороший паренек, брат у него. Так он и на него, и там в Америке, брат. Вот они там, расползлись по всему Америке. Не удалось. А на меня что-то попадал на суток, я следователю, вы пригласите его. И там везде по этим, в РВД наклеветал на меня, наговорил. Я говорю, я хочу ему отдать эти деньги, я не хочу с ним, ничего иметь. Вызовите его сюда на допросы. И мы его тут поймали. Я и мои представители в цепи принудили, чтобы он написал расписку. А он там еще пишет счет купли, возвращай деньги, которые дали на купли-продажи, что-то так. Говорю, а ну-ка зачеркни, никто тебя не продавал. Так он зачеркнул. И все на ходу же. Ладно, это мы остановились относительно скотца. Я продолжу относительно того, что сейчас произошло. Прошло время. Он не добился ничего, он опять ездил, мотался туда-сюда в Америку, с Америки. А потом же вот это сейчас и вернулся теперь уже так, что уже больше его в Америку не то, что не пустят, а сам уже не пустят, потому что там тоже поделали все документы. Когда наступил момент у нас по Украине, мы получили письмо из Минюста о том, что началась перерегистрация уставов по неприбутковым организациям. И вы должны учесть вот эти данные там дали, есть такое чтобы устав переделать, перерегистрировать и сдать в Минюст для новой регистрации и зарегистрироваться. Ну я сказала бухгалтеру готов документы, все что там надо сделать, сделаем. Мы делаем эти документы и где-то в мае месяце у нас были готовы. А до этого вот теперь вот это началось. Вот это что произошло на данный момент. Он приехал с Америки, в Курьковщине организовал церковь, собрал людей, которые раньше были. Всех, конечно, он покупает, все-все-все-все эти войны. Некоторые перешли от нас к нему, он заманил их туда. и там ему с этим председателем он имеет деньги, все подкупает. Я ему однажды говорю, Ром, ты наде... Он на меня буром прет, на меня клевещет. А я решил, думаю, не буду я оправдываться, может выйдет негатив, придет каяться. Вот, так и получилось. Я ему говорю, Ром, и бегать, все добивается. Ростислав, мы же переписывали на церковь это здание. Пришел, знаешь, это церковь, я ведь поровная, я ее затягаю. Ну, ты посмотри, я к нему кашу. И ему, Ром, ты на доллар надеешься? Встречаюсь с ним на лагере, а я на Господа. Посмотришь, я победил. Я честно хочу. Не хочу грешить ни где, ни в чем. Вот. И наступил момент, когда он пришел сюда. Вот здесь вот. Тут были как раз мои представители, Петро Адамович и представник мой, который по судам. И он говорит, я хочу примириться, я хочу спросить прощения у вас. и примириться. Вот. И это самое. И я говорю, он прощает у меня, ведь примирения не откажется. Так Писание говорит, что вы судитесь у внешних. Между собой разобраться не можете, да? Можем разобраться. Хотя он раньше написал там еще три письма фашизов о том, что он уже, ну ладно, не буду. Ну, а от сотрудничества с тобой я пока воздержусь. когда звонит Арсен, он и пьянник мой, и он занимается, форум у него здесь открылся, он очень умный, это, по компьютерам все обращаются к нему со всей Украины. Он звонит, Анатолий Николаевич, дядя Толя говорит, у вас что, изменился директор? Он говорит, нет. А вот в интернете сейчас появилась программа, что я могу в любую фирму войти и поинтересоваться, чем занимаются и чем она мне может быть полезна чем-то послушать, да? Вот, но еще фирм не знала. Я знаю Боярский христианский центр Милосердия Надия, открыл его, интересно, я уведу, чем они там занимаются. А там написано в Боярском центре Милосердия Надия изменился директор. Вместо Мишаны Людмилы Гюльны стал карповец Анатолий Кузьмович. Я так и подумала, скорее всего, что это его работа, этого скотца. Но еще не знала. Так подумала. Мы свои документы подготовили на перерегистрацию, идем туда в Миндивус, приносим эти документы, там говорят, Боярский христианский уже принес. Оказывается, они взяли копию моего устава, взяли копию свидетельства в Горсовете. Подкупают всех, там выдают им, они копии снимают. Пришли, поделали свои протоколы подобные нам. У нас протоколы были об избрании меня как директора. И они, значит, от моего имени я как будто бы обращаюсь здесь, на этом собрании. Все остается вроде на месте, и я здесь, и я согласна все на то, чтобы будет, я как будто бы в одном заявлении прошу переизбрать меня, освободить меня от должности за виком, потому что мне уже годы подошли. и предлагаю, значит, кандидатуру к этот, корпорец Анатолий Кузьмович, это я. Они пишут от меня, за меня, и в протоколе наших там, наши, все члены, только за нас в росписи, они сами порасписывались, протокол номер сам всем обозначили, а у нас нет, у нас совсем по-другому все. и подделали печать под мою. Мы принесли на регистрацию, а мы уже зарегистрированы. Я пишу, я даю ей доверенность, они говорят, она уже не директор, она, тот корпорец директор, мы их, мы, они уже прошли, они уже все зарегистрировали, они уже действуют, они уже директора у меня и правление, все, 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 они в правление там свои два человека добавили, и мое управление сделали. И началось, и потом началось все вот это вот. Пока мы принесли, а мы принесли, говорим, вам дали какие документы, купи, а мы привезли оригиналы. Они говорят, что они потеряли это, что-то в этом роде, ничего не потеряли, они находятся у меня. Вот, и мы купили этот лагерь, нам его не просто, чтобы содержать, чтобы зарегистрировать этот центр в Москве, купили, но нам его не подарили, нам Швейцария выделила деньги, мы купили, это властность наша. Мне прислали, мне привезли эти деньги и сказали, мы им деньги дали, как хотите, мы дальше там в Бразилии помогать будем, распоряжайтесь с ними, как хотите. Но я купила этот лагерь, чтобы проводить это самое. и мы принесли вот эти все документы, и тогда Минюст, они выдают, значит, такой список, какие документы они от нас приняли, вот, а на другой стороне пишется, что все те, которые приносят документы, если они принесут там документы, как же там написано, ну, я сейчас прочитаю, вживые, вот, то они и против, дают доказы на Вирне, как-то там написано, сейчас прочитаем, на державном регистрасте, вот, то они проходят по статье такой-то, такой-то, спрашиваю Арсена, что это за статья? Пять лишений свободы с конфискацией имущества. И вот это они на такое решились. Я тогда, а когда уже сказали, что он там директор, вот, и мне уже сказали, что здесь в субботу будет церковь из Крюковщины делать, это значит субботник по уборке территории, территория большая, возле клуба, потому что он уже его разгромил, потом убирал. Ну, ладно. Я тоже пришла, ну, как же тоже, я здесь была, обязательно, мы там, там я и ночевала, и там у меня тоже есть офис, и все. Вот она была здесь, пришла в субботу, думаю, что тут будет, сообщили, что жизнь тихая и безмятежная. Как начал и ругать, и скандалить, и скотс, Роман, скотс начал обзывать, выдумывать, кревету всякую, выдумывать, что я там беру деньги, что я забираю пенсии у людей, и сама все, и, ну, что вы, когда вы уже насытитесь этими деньгами, что вы обманываете людей, зачем вы забираете их, а у нас один только человек оформлен пенсии, все остальные на моем междеведении. Вот. Помогают мне, да, когда вы уже насытитесь. Вот. Есть представители, что, какая вы, какая вы христианка, какой-то человек говорит, что я на той неделе, две недели тому назад привез вашу людную региону пьяную подобрал в кафе. Я спрашиваю, в каком кафе? Да не в кафе, вы валялись, а просто в луже. Это самое. Да. Я говорю, не, ну, не стыдно. Все знают, что я с детства не принимаю алкоголь вообще, не говоря о том, что я христианка. Это кулыж. А потом, она, чтобы сохранить, сберечь деньги на похороны, она зарывает просто в лесу, роет ямы, зарывает там покойника. И все они у меня все проходят по документам. Интересно, да, в общем, такое морочил. И там выдумывает, шахрайка, аферистка, что ты там делаешь, что-то такое. Ладно, это он там кричит, а я тут во двери поднялась оттуда по конкурсу, стою в эти здания, спальный корпус, где люди находятся, и они тоже такое слышат. Вот встала, а идет этот человек, корповец, новый директор, и вот это я директор, познакомься, говорю, я стою, не знаю, что делать, вы считаете, что вы должны иметь право уже зайти? он мяч выливает, идет туда по коридору, дошел до кухни, остановился, я за ним иду, говорю, Анатолий Кузьмович, так вас величать, а вы с какой церкви? Молчит. Я говорю, не хотите говорить? Молчит. Я говорю, а вы христианин? Да, я христианин. Я говорю, ты какую церковь тогда посещаете? Высказал. На крюковщине. От Романа Сконцева уже не называют его фамилию, тот скрывает свою фамилию, нигде, чтобы он не проходил. Все он вешает на вот этих вот людей. Я говорю, а вы знаете, чем закончится вот это все? Вы читали там, мы не все вышли по регистрации там, чем закончится? Я говорю, вас обманывают. Оно его никогда не было, не будет. У меня в этом фальшиве документы представляли, а у меня же оригинально. Что такое? Он говорит, давайте обменяемся телефонными звонками. Ну, обменялись мы. Вот. Я несколько раз еще убеждала его, а тот переубеждает и продолжает все. И начинается с того, что переубедил, что этими же фальшивыми документами помчались в Верпень, в архиве взяли договор, купили продажу. Вроде бы он теперь директор. А, нет. Вроде от меня они доверенность взяли от моего имени. Вот. И там в ПТИ говорят, доверенность от Людмилы Григорьевны Мишаны была, заверена ее печатью. Так печать-то не соответствует моей. Она похожа только к тому, что и куда пустили. Наша печать, то, что у нас голубь, так, то, что колоси, там у нас так написано «Дия». А у них вертормашками написано на «Дия». В общем, как-то по кругу. Короче, там берут документы, потому что они собираются там что-то строить, делать, это, это. И нужно обязательно брать в БТИ разрешение там, документ такой, что они там зарегистрированы. Потом переписывают все вот эти спальные корпуса на себя, передают их потом на церковь. Вот я говорю, у меня межконфессиональный для всех церквей центр, где бы ни находились нуждающиеся, одинокие, престарелые, баптисты, адвентисты, там писятники, харизматые, православные, они все могут прийти от своей церкви и получить здесь место, койку для того, для того, чтобы куда-то пристроить. А то они на церковь переписали. И теперь вот это теперь идет бой. Как теперь обратно? А мы поехали в БТИ, говорят, нам предоставили все документы, мы не знали, мы проверили все, Людмила Ивановна там подпись стоит, здесь ее подпись, и мы им дали, да, разрешение, дали им выйти на это все. Они заплатили 13 тысяч, нам не помешали 13 тысяч, мы быстро сделали. И переписали на них все дома. А сейчас мало того, что возвратили меня, Минюст восстановил меня как директора, вот, уже у меня есть вытяг из реестра о том, что меня восстановили. И также Минюст возбудил противно-криминальную справу в нашем РОВД. Против кого? Против Скотца и его церкви, которая находится... Секундочку, значит, Минюст? Вот это непонятно. мы говорим, что фальшивые документы. И они проверили нас и передали, значит, криминальную справу, возбудили в РОВД против них. Ложные документы, положенные, это... нас перерегистрировали по нашим документам, а эти документы их не остались негодными, которые они давали, фальшивые, которые копии были. Вот, и директор уже не директор. Он уже подошел, там, приехали из Сакраменто Леонид Семенович, пастырь, там, церковь большая, пять тысяч прихожан. И мы с ним разговаривали, он подошел, говорит, она директор, я не директор. Уже признался. Вот, этот роман, этот Анатолий Кузьмович, Карпевец, его фамилия, который был директором. Вот такая, а он не утихомирится этот, продолжает уже, пошел, переписал эти дома на себя, теперь я уже невластная, начинает вырубывать деревья, мы превросили, пригласили экологию, которую раньше тоже мы имеем право только 12 согласований сделать, разрешение взять на вырубку леса. У них так, вырубного тулана не было, маркировки не было, на какой машине буду везти, все скрыто. Когда мы пришли восстановить беспредел, машина спряталась в лесу, мы случайно выезжали, хотели поехать посмотреть, куда они первую вырубку отвезли, на Забирье или повезли через Утос на Кругу есть еще, распиловка, порубили деревья. Но сейчас опять приехали с экологической, выясняют отношения, что там пять лет грозит, он испугался, этот раз испугался. А тут он рассчитывает на то, что он платит деньги и подкупает, подкупает. Судя подкупает, все, которые там в РВД подкупают, да, и не затягивает это дело. Вот такая ситуация происходит. Сегодня вторник, можно подойти, почему-то так задерживается, а в среду нужно подойти к начальнику РВД, сказать, что депутат там поднимает вопрос, депутаты. А сейчас разошлись эти письма по всей Украине, по всем церквям, о том, что беспредел этот начался. Подписала я, написали братья. Ну и сейчас он сделал там новые ворота поставил, чтобы меня не пускать, чтобы я туда не ходила, чтобы людей не колотила, и так далее. Настраивать людей, организовывать им питание, вот так вот. А я здесь. А где он живет, этот Роман Сергеевич? Зинович? Да, Кирковщина, Каштанова, сейчас посмотрим номер дома. Небольшая улица, там заезжайте, у него там кафе, с этой стороны церковь, туда дальше его дом, туда дальше брата, дом по Каштанову, небольшая улица. Вот. Все, сейчас я спрошу в Оле. И мало того, и все, кругом, клевещет, газету выпустил, что организовал дом, один спальный корпус, они сожгли, еще до того. Я выясняла, кто, кто, сейчас только выяснилось, кто сжигал. Есть уже те, которые сжигали, которые его слушали, и теперь потом все шло для того, чтобы землю захватить, поджигать дома. Два осталось спальных корпуса и вот этот же клуб, бассейн, скважина там, территория, конечно, большая. И что? Ага, тот дом, который он сжег, теперь уже открылась от той вышел, свидетели. Я говорю, что тогда они говорили, боялись и не говорили их тоже. Теперь уже знают. Теперь они забетонировали, хотят там что-то построить и людям обещать. Мы будем строить, вам будет тут спальные корпуса, чтобы вы не мерзли. Мы будем строить, взяли разрешение уже все там забетонировали и на этой забетонированной площадке устроили посвящение земли. Прелосили там пастырей, вот это Ленина Семеновича, который рукополагал. А я много еще говорю, что у нас вихния епископа должен приезжать с Сакраменто. Пусть Америка разберется с ним. И там ставят его, они здесь. Ну да. с Сакраменто. Ну а сейчас что? А сейчас вот он до сих пор там. Сейчас мы ждем пока решение полиции разобраться, принести приговор в действие. Ну пока что затягивается, пока ему платят, не знаю, что там мы будем идти. Ну поднялась уже, конечно, но и Америка уже знают все, и уже тут на Украине во всех церквях идут, что же это такое нам не верится, что такое может быть. Вот это песня от церквей по всей Украине они прислали вот это, мне составили текст о том, что написано со мной служит Илья, вертаюсь до вас тоже. Это как будто бы мое свидетельство, они переписали, было педло обманути, это выкористалы, а когда они благословляли ту землю. Вот в гидных целях амбицийного служителя Романа Скотца он покликал вас благословить на крадене немайну в месте Бойерка про улик Сосновый 2. Вы на юно поверивши злодию пішли и благословили. Роман Скотц подробил протокол, печатку та підпис членя правления Бойерского христианского центра Усердия Надія в месте Бойерка копии додаются. В цем протоколе в этой имени запропоновано здати мое директорство Анатолия Наши восстановочие документы Это уже пишут по всей Країні уже по всем церквям известно этот беспредел возмущен как быть христианином быть пастырем почему научат такой пастырь пастырем м пастырем пастырем Продолжение следует...